Деда Мороза, откровенно говоря, не обещаю, потому что в Китае все несколько сложнее, как всегда, но поговорить, тем не менее, можно. И тут хочется отметить несколько моментов. Во-первых, с одной стороны, конечно, китайский Новый год еще не скоро. Он бывает в конце зимы, в начале весны. В этом году, конечно говоря, не помню, когда он там выпадает, потому что в Китае другой календарь. У них свой лунно-солнечный календарь, в рамках которого Новый год бывает весной. И поэтому, конечно, китайский Новый год немножко другой, чем наш Новый год, поскольку он не посередине вот этого всего белого безмолвия, как у нас, когда до весны еще надо дожить. А это непосредственно весенний праздник, тем более, что климат в Китае помягче. Собственно, после Нового года, там через пару недель уже можно начинать какие-то там полевые работы даже в Северном Китае. Поэтому там есть много моментов, которые характерны для весеннего праздника. С другой стороны, есть многое, что нас объединяет. Ну, во-первых, китайцы начинают праздновать, в принципе, с зимнего солнцестояния. То есть, вот где-то с 21-22 декабря уже начинаются самые разные праздники. И это связано с тем, что зима была то самое время, как всегда в крестьянских обществах, где как раз можно попраздновать, потому что делать нечего. Соответственно, можно чем-то позаниматься более веселым. И это, между прочим, объединяет китайские традиции с нашей вот совсем недавней традицией этих длинных новогодних каникул, которые я, как и многие, с одной стороны, не одобряю. Сам факт того, что мы, значит, записываем это вечером в субботу, показывает, что для меня идея десятидневного ничего не делания, довольно деструктивного, вообще совершенно непонятно. Но вот именно этим, на самом деле, занимались китайцы с момента, когда урожай собран, до момента, когда можно начать засевать новый урожай. Начинали они, ну, собственно, даже еще с осени, когда был там какой-то специфический праздник, связанный с урожаем. В зимнее солнцестояние довольно рано зафиксированы традиции, во-первых, похожие на то, что происходит у нас. Во-первых, ходить в гости и, естественно, общаться с предками, приносить им всякого рода жертвы. Иногда с этого, кстати, даже начинали всякие ритуалы, связанные с богом-отчагом. Сейчас к этому потом еще вернемся. А также уже очень рано зафиксированы специальные церемонии, когда собирались в процессе, обычно из детей, там, десяти-двенадцати лет, которые одеты во всякие странные костюмы с факелами, они проходили по всей деревне, обычно какой-нибудь речке, и изгоняли, значит, злых духов. Это была такая дурашливая процессия, которую, с одной стороны, многие там образованные люди, значит, фырчали и говорили, что это все некультурно. Но мы знаем, что, например, Конфуций, о котором мы сегодня говорили, он всегда выходил эту церемонию встречать и стоял в дверях своего дома, одетый в праздничную одежду. То есть, он считал, что это важно. Дальше все это продолжалось практически без всякого зазора. В восьмой день последнего месяца обычно отмечался очень... этот весь месяц назывался Ла. Это вот такой древний термин, связанный с празднованием этих зимних всех штук еще в Древнем Китае. И в дальнейшем к этому была пристегнута идея празднования дня просветления Будушек Ямуни. И это в этот день варилась, например, каша из восьми видов всяких круп, причем самых необыкновенных. Туда там и какие-нибудь жужубы можно было класть, и горох. И это тоже, естественно, было связано с плодородием. Там отваром от этих восьми круп можно было поливать какие-нибудь тутовые деревья, чтобы, значит, там все хорошо росло. И в дальнейшем все это постепенно, как опять же совершенно не прекращаясь, это переходило из одного праздника в другой. С девятнадцатого примерно до числа последнего месяца начинались каникулы в присутствиях, когда чиновников распускали по домам, и даже печати запирались, значит, в сундуки и доставали только в случае экстренном там нападения всех, кого можно. Обычно считалось, что в течение месяца никаких дел нельзя делать. И опять похоже на то, что происходит обычно у нас. За неделю до конца года, то есть уже туда ближе, да, к весне, происходил очень важный ритуал. Иногда, кстати, в более древних текстах говорит, что это могло происходить, значит, 8-го числа последнего месяца, то есть вот то, что потом стало этим днем подмечания просветления Будды, осуществлялось очень важной церемонии прощания с богом очага. И вот как раз этот зауван, но все равно не Дед Мороз. Смысл был в том, что в течение года в таком специальном углублении за очагом висела бумажная картиночка, изображающая бога очага, который не столько помогает, сколько надзирает. И поэтому, кстати, на кухне много чего нельзя было делать там, особенно на женщин много распространялось всяких ограничений, они там почти ничего нельзя было на кухне, только хорошие. И вот перед Новым годом, перед концом старого года, вернее, эту картиночку снимали, и ее сжигали на очаге, чтобы отправить его на небо, и там он рассказывал то, что он здесь видел. Поэтому его в последний момент надо было задобрить. Часто ему, скажем, мазали губы медом или прыскали вином, чтобы он, значит, и говорили, значит, захмелеть зауван и рассказывай больше хорошего, меньше плохого. После этого его отправляли туда, на небо. И в дальнейшем, собственно, главная причина веселости праздников новогодних связана с тем, что до пятого дня Нового года не вешали новую картинку. И как бы вот эти десять дней можно было все, потому что никто не смотрит. Соответственно, там именно поэтому все, значит, весело-весело отмечали, потому что можно было особенно не бояться за это наказание. В последние дни, естественно, прибирались, и, значит, все нужно было вымести и прочее. А также обновляли парные надписи на воротах. Это такие красивые тоже всякие благопожелательные тексты, которые обязательно надо было повесить новые. Сам праздник встречи Нового года, это праздник сугубо семейный, никаких чужих людей там быть не могло, но зато вся семья обязательно собиралась в родном доме, потому что туда являлись и предки тоже, да, они незримо присутствовали вместе с празднующими и были как бы вместе, естественно, с живыми. Главная еда в это время, по крайней мере, на севере Китая, это пельмени, потому что, не помню почему, но это абсолютно обязательно, их могло быть несколько разных видов, и при том, что иногда считалось, что в первый день, как раз прям, когда наступает Новый год, мясо, рыба, яиц не должно быть на столе, все, значит, сугубо постное, но это, во-первых, иногда нарушалось, во-вторых, уж на второй день тогда обязательно были пельмени, причем пельмени надо было наесться прямо мучительно, вот, и это была любимая, естественно, часть года, потому что обычно китайские крестьяне, как любые другие, крестьяне мясо ели редко, а вот здесь вот на Новый год надо было прямо обожраться. Это, кстати, тоже похоже на то, что происходит у нас, так же, как всегда, видите, они другие, но во многих базовых человеческих проявлениях примерно то же самое. На первую неделю Нового года было много всяких правил, нельзя было ругаться, нельзя было поминать смерть, нельзя было по всяких там зверей поминать, если, ну, во-первых, женщинам и детям разрешалось иногда, а во-вторых, если кто-то случайно сболтнул, можно было им протереть рот, значит, красной тряпочкой, и это вроде как ничего страшного. И там на эту первую неделю, поскольку она определяла весь следующий год, да, как у нас, да, мы там всякие желания заглянем, там тоже было много всяких суеверий, нельзя было как раз рукодельничать женщинам, они должны были быть праздными, нельзя было отдавать огонь, потому что, значит, ты беднеешь, и еще чего-то много. На каждый день там были всякие собственные запреты, чтобы все было хорошо. Через, на второй день обязательно приносили жертву Богу богатство Цхайшенью, вот это как раз, наверное, даже ближе к Деду Морозу, потому что от него зависели, значит, в течение года всякие моральные приобретения, ему всякие пирожные специальные пекли, такие причудливых форм. Ну и, собственно, после этого, на самом деле, начинались уже всякие штуки, связанные с подготовкой к полевым работам, потому что где-то на десятый обычный день приходится начало сезона Личхунь, то есть установление весны, и надо уже начинать всякие там обновлять эти самые орудия труда. Но чтобы это не было мучительно больно, на тринадцатый день Нового года отмечался праздник фонарей, у которого есть своя история, абсолютно неубедительная, но главное – это всякие шествия с фонарями. И еще едят такие рисовые колобки, значит, Юань Сяо, и главное – это вот максимально причудливые фонари, которые, соответственно, тоже должны прогнать духов и обеспечить хороший, значит, год. Ну, естественно, почти все это время, начиная с до Нового года и в первые дни обязательно в больших количествах жгутся всякие костры, и потом, значит, появились, когда появились фейерверки, как известно, Китай порох во многом изобрели для того, чтобы было что жечь на Новый год, для красоты и веселья, а в самые древние времена в огонь кидали бамбуковые коленца, которые там взрывались, и поэтому древним китайцам тоже невозможно было спать в новогоднюю ночь, как и нам. Поэтому, вот видите, с одной стороны все по-другому, а с другой стороны все так же, и поэтому, наверное, придется здесь мне быть, значит, более таким терпимым и сказать, что вот как человек и москвич я не одобряю очень многие из того, что происходит у нас на Новый год, но как китаист должен сказать, что, видимо, это продолжение всяких древних традиций, которые у всего человечества примерно одинаковые, говорят, что Новый год надо заниматься всякой ерундой, и чем дольше ты занимаешься всякой ерундой, тем больше у тебя жизнь удалась. Так что всякие трудоголики здесь не к месту. И всех, значит, с наступающим. Спасибо.